Всем привет! Меня зовут Зива Дарья. В этом видео я расскажу о своих трех коробочках с iHerb. Вам не показалось и не послышалось? Это целых три коробки, которые ждали меня из очередной поездки. Забирал эти коробочки мой муж, забирал он их из Боксбери, что очень приятно, iHerb доставляет в Боксбери. И это очень приятно, что мне самой не нужно идти на почту и не получать их, а их может забрать более сильный мужчина и дотаранить домой. Это три коробки. Здесь вас ждет не только таблеточки, не только уход, но еще и немного еды. Честно, в этот раз я решила попробовать еще и что-нибудь для своей целлюлитной части, чтобы было интереснее. И поэтому я сейчас быстренько распаковываю эти коробки и делю сразу на три части. Таблетки, еда, косметика и уход. И я забыла свой ножик. Но за этот ножик меня убьют, поэтому я лучше возьму ножнички. Почему убьют? Потому что это ножик для стейков, а не для коробочек. А жаль. Кстати, для особо внимательных заметили, отсутствуют котики устали от славы и они не хотят спать в домике, когда я снимаю видео. Они хотят спать сзади меня, у меня на коленках, за камерой, где угодно, только не в кадре. Так что, ребят, вы не думайте. Все претензии к ним. Я тут ни при чем. Честно, я перед видео пыталась посадить вафлю в домик. Она мне сказала, нех ты, и ушла. Поэтому я начну с таблеточек. И именно с тех лечила, которые мне пришли с Айхер. И сразу два мелатонина в дозировке 5 миллиграмм. У меня их два. Почему два? Потому что один мелатонин я заказала себе, а второй для подруги. Она тоже попросила. Что такое мелатонин? Это вещество, которое помогает пережить джетлаг. Что такое джетлаг? Если вы часто летаете, как в последнее время я, и вы остро начинаете ощущать разницу в часовых поясах, не можете уснуть. Вы не можете уснуть либо в поездке, либо после того, как вы вернулись. Вот я сейчас вообще не могу спать в нормальное время после очередной поездки. Хотя разница была всего лишь два часа. И мелатонин успокаивает вашу нервную деятельность, и вы легче засыпаете. Я уже заказывала мелатонин от NowFood в дозировке 3 миллиграмма. Но он такой лайтовенький. А вот этот посильнее. Я его пробовала в поездке в отпуске. И мне очень понравилось то, что ты выпиваешь такой через 20 минут. Вот именно так. И ты спокойно спишь, и нет ощущения головной боли, которая бывает после снотворных. И это в принципе не снотворно. Это успокоительно. Это такая своего рода адаптация организма к условиям жесткой среды. Этот мелатонин от компании Natrol. И именно этот мелатонин я пробовала. Поэтому я его заказала. Следующие. Мои любимые биотиновые желательные конфетки. Я их желаю прямо очень. На самом деле, я уже заказывала именно этот биотин от компании TRQ. Для волос, ногтей, кожи. Просто вандер штука. На самом деле... Любимое слово сегодня на самом деле. Можете даже посчитать в комментариях, сколько раз я его скажу за видео. Потому что сегодня, мне кажется, это будет просто победа рекорда. Этот биотин я уже пробовала. Мне он очень понравился. Здесь 60 жевалов. Нужно жевать одну в день. И это очень удобно, если вы не любите таблетки. Но вам хочется употреблять что-то для того, чтобы ваши волосы были здоровыми. Они с апельсиновым и вишневым вкусом. Повторюсь, нужно есть одну в день. И это прекрасно. Они очень вкусные. Они очень вкусные. Я их люблю. Я их обожаю. Так. И еще один биотин от компании Pure Marks Naturals. Этот биотин уже с клубничным вкусом. Здесь больше таблеток. И я его взяла для сравнения. То есть, я сначала пропью свой биотинчик. Выжду. И потом пропью этот биотин. Прожую этот биотин, скажем так. Для того, чтобы сравнить, какой круче работает. Мне очень понравился биотин. У меня вот всякие там солгары и прочие витаминки для волос. Для кожи, для женского. Прекрасного здоровья. Они мне как-то что-то не пошли. Который я заказывала сахер. А вот именно биотин от терки он пошел. И я решила попробовать еще другой биотин. Для того, чтобы... Может, еще что-то круче есть. Вот. А что у нас тут еще? Силимарин от NowFood. Что это такое? Это фактически расторопша. Я не знаю, что такое расторопша. Я знаю только то, как она работает. Силимарин восстанавливает функции печени. И... Пришла... Ах ты ж, мохнатая жопка. Иди к нам. Жопка! Жопка все заводилась. Крест. Ну, считайте, вы видели кота в кадре. Силимарин восстанавливает функцию печени. И, в принципе, поддерживает печень в здоровом, таком адекватном состоянии. Я не молодею с годами. И даже с месяцами я не молодею. И печень это такая штука, которую нужно любить, холить или леять наравне с сердцем. Именно поэтому я заказала попробовать себе эти штуки. Потому что я уже рассказывала, что Омега-3,6,9, также от Нафуд, очень хорошо восстановил мою печень. И почему бы не взять отдельную штуку для печени? Коинзин Q10 от Dr. Best. Я давно посматривала на коинзин, который есть в каждой нашей клеточке. Он в той или иной степени. Я специально даже подготовилась, почитала побольше, чтобы вам рассказать. Коинзин вырабатывается в нашем организме, но со возрастом он вырабатывается все меньше. И когда не хватает коинзима, могут возникнуть заболевания, которые потом уже просто не поможут пропить коинзим. Что это такое? Он нормализует работу сердца, нормализует работу, в принципе, всего организма. И вообще лучше перед началом применения проконсультироваться с врачом. Потому что коинзин Q10 для людей с возраста 25 до 25 и плюс-минус до 30 может, в принципе, и не нуждаться. Потому что в этом возрасте он у нас вырабатывается сам в нормальных опциях. Заметили? До 25 живчики. Молодцы, потутки. И вот я чувствую, что я уже это... И поэтому я решила поддержать свое здоровье этим чуваком по энзимам. А почему от Доктор Бест? Потому что говорят, что... Ну, Доктор-то Бест. Так, следующее. Глицин от NowFood. Ну, тут без комментариев. Я его уже заказывала. И, по-моему, даже ни в одной посылке iHerb я его заказывала. Его очень любит мой муж. Он его пьет. Он сначала пил, покупал у нас в аптеке. В обычной аптеке глицин. Но это маленькие таблеточки, которые нужно класть под язык. И они с какой-то минимальной дозировкой. Это еще дозировки к этой части усваиваются. А здесь дозировка 1000 мг. И вот он пьется уже просто как табло, потому что он там в капсуле пилюлька. Я не знаю, насколько хорошо он усваивается, но он работает. И я, пожалуй, присоединись к мужу. И от половины у него полбанки. И тоже попью глицинчик. Глицин очень хорошо помогает студент в период сессии. Поддерживает мозговую деятельность и активность. В то же время успокаивает. И активирует немного ваши мозговые чакры. И вы становитесь чуть-чуть собраннее. Вот этому не повредит. Чуть-чуть. Я заказала кучу таблеток. И в то же время я решила заказать к таблеточкам вот такой вот контейнер. Поделенный по дням. Первая мысль, когда я увидела такие контейнеры, я подумала, что... Даже если ты забыл день недели, этот контейнер тебе поможет. Это тоже мой случай, потому что я ориентируюсь только по дням месяца, но не по дням недель. Мне когда говорят, в среду я такая... Это какое число? Вот где-то так. И в поездках это очень удобный вариант. Ну, представляете, я лечу в очередную командировку. Я беру с собой где-то... Вот так. Понимаете? У меня на любом пасту тормозной просто. А когда я беру вот так, это занимает меньше места в чемодане, и я выгляжу мини-педозритель. Вот и всё. Поэтому я взяла такую штуку с очень удобными... Вот. Вот. Ну, всё. Открывается на каждый день, и можно будет понять, сколько вам таблеток нужно будет. Средство от Earth Care, снимающее зуд. Это средство снимает зуд не только от укусов насекомых, но ещё от царапок и даже при аллергических каких-то... Тоже чуть-чуть подснимает зуб. Зуб. Снимает зуб. Всё, зуб не нужен, чесаться не будешь. Почему я заказала это средство? Это средство рекомендуют, говорят, что оно действительно очень хорошо справляется, и я решила попробовать. Почему нет? И последнее средство из лечилок, это из самых скучной части. Это средство от Badger Cuticle Care, то есть это средство, ухаживающее за кутикулой. Это средство заказывалось для моего любимого супруга, потому что у него в периоды витаминоза осени и вот этой всей отвратительной погоды начала появляться заусенца, и я ему сначала посоветовала Green Mom, ему очень понравилось, заусенец стало меньше, а потом он вычитал, что это очень крутое средство, и решил себе заказать сразу два штуки, чтобы больше не беспокоиться и вмазывать это всё в свою кутикулу, чтобы ничего не махрилось, не нарастало, и кутикула была замечательной. Это все мои медикаментозные средства, перейдём к красоте. Косметические средства, которые мне пришли в этой огромной посылочке iHerb. Первое. Это набор от Real Techniques Limited Edition. Пять средств для преподготовки лица к макияжу. Что у нас тут есть? У нас есть палочка-ковырялочка для того, чтобы выбирать ваши кремовые текстуры и не залезать в них пальцем. У нас есть металлический шарик для проработки зоны под глазами. Такое холодильное средство для того, чтобы убрать немного ваш поддук. У нас есть кисть для базы, которую также можно использовать как кисть для нанесения всяких масочек. У нас есть Beauty Blender. И последняя, пятая опция, которую я сразу даже не заметила, это подножка под Beauty Blender. Да, это тоже считается отдельным пятым элементом, без которого ваш премакияж не будет идеальным. Я заказала этот набор для того, чтобы его попробовать, рассказать вам. И вообще, мне очень забавил этот металлический шарик. Я еще более подробно о нем почитаю и обязательно расскажу, как им отдельно пользоваться. Ну, это попа ковырялка, тоже та еще штука. Но это Limited Edition. Можешь заказать нахер. И еще одно средство от Real Techniques, которое я заказала, это гигантский Beauty Blender для Body. То есть, это Beauty Blender, которым можно наносить основы на всю кожу твоего тела. Также можно попробовать сделать макияж лица. Вы понимаете, что вот он в сухом состоянии такой большой, а в мокром он еще больше. Это огромная штука, и вот даже вот давайте вот для сравнения. Вот это обычный Beauty Blender здорового человека, а это Beauty Blender визажиста. Ну, так вот, чтобы вы понимали. И раз уж я начала, еще один набор. Здесь два Beauty Blender. Один классический оригинальный Beauty Blender, а второй сили-спонж от Real Techniques. Что это такое? Ну, модно использовать не просто губочки спонжа, а модно использовать еще силиконовые. Потому что они вообще не впитывают тон и идеально набивают все это дело. Честно, открою вам секретик. Я заказала несколько разных сили-спонжев, начиная от оригинального и заканчивая фейком. И решила попробовать взять еще от Real Techniques и буду сравнивать фейк оригинал еще и с этой штукой. Отдельно битва спонжа у меня есть, и там я уже затрагиваю тему сили-спонжей, но очень аккуратно в конце. Это будет отдельное видео, поэтому я взяла вот этого чувака силиконового. И еще один спонжер Real Techniques. Я скупила все спонжи Real Techniques в этот раз на iHerb, да? Честно, я думала, что это будет сили-спонж тоже, то есть сили-спонж с обычным. Но оказалось, что нет. Это четыре спонжа, они поролоновые и их нужно использовать вместе с кушенами. То есть, если ваш кушен, сама губочка пришла в негодность, вы можете смело заказать с iHerb Real Techniques четыре эти спонжика и использовать их дополнительно. Ну, как бы вы поняли. Почему нет? Средство для мытья кистей от Real Techniques. У меня очень много кистей от Real Techniques. Я уже неоднократно рассказывала о них. У меня даже вот тут куча видео, где у меня мелькают эти кисти. Из iHerb я очень много заказываю, потому что удобнее заказывать с iHerb, нежели с официального сайта сейчас. И я такая, ну кистей-то много, а средств для снятия грязи с кистей у меня нет от этой фирмы. Я решила попробовать, потому что... А почему бы и нет? Сейчас я кисточки мою детским шампунем, который я также заказывала с iHerb с предыдущей посылки. Или предпредыдущей. Короче, детским шампунем с iHerb я мою. Мне очень нравится, но не со всеми справляется это средство. А здесь я решила все-таки... Да! Да, попробую. А, ну вот мимо этой масочки я не смогла пройти. Это масочка от Innisfree с экстрактом красного вина. Ну вы, конечно же, понимаете, что вот с тем количеством пробочек я не смогла пройти мимо ночного крема с экстрактом красного вина. Вы не подумайте, я не алкоголик, нет. Просто тема с красником. Она очень хорошо сейчас заходит, она популярная. Я не оправдываюсь. И когда я увидела, что есть ночной крем с экстрактом красного вина, я, конечно же, не смогла пройти мимо. Я решила его попробовать. Хотя, честно, я не люблю ночные крема. Я не люблю ничего не наносить свое лицо на ночь. Слушайте, пахнет очень похоже на тинты Chateau от Labotel. Ну, то есть прям очень похоже. И мне нравится такая творожная консистенция. Баночка сама на просвет тоже такая, прямо как бокальчик красного вина. Попробуем. Ну, вот это попробуем. Как бы там тут сам Боженька велела по составу попробовать это средство. Тоже не смогла пройти этого средства. Это Skin Food премиальный осветляющий тоник с томатом. У Skin Food есть целая линейка томатных средств для осветления кожи. Да, мне в последнее время, я уже говорила, что мне кажется, что я что-то слишком в веснушках. Я очень люблю свои веснушки, но мне не нравится то, что у меня здесь есть пигментное пятно. То, что здесь у меня тоже вылезает большое пигментное пятно. Блин, старее, вообще разваливаюсь. И я решила попробовать еще и томатный тоник для осветления. Вообще, на самом деле, я думала, что он будет более томатный. А не такой всего лишь красноватой бутылки. И пахнет он очень легко, нейтрально, не помидорками. Очень печально, что он не пахнет помидорками. Попробую, расскажу, что же это за средство такое. Но мой любимый Skin Food, куда же без него. Кстати, у Skin Food сняли с производства мою любимую пудру. Вот эту пудру, которая... Она у меня уже закончилась. У меня осталась только баночка, как светлая память. Это рисовая пудра с персиком. Кажется. Не знаю. Да, персиковая рисовая пудра. Она офигенная. Она, ну как бы, для лица она сусом, как сухой шампунь. Это лучший сухой шампунь, который я пробовала. Я уже рассказывала о ней в новинках месяца. Я рассказывала о ней в распаковках. И я влюбилась. И в этой посылке я хотела заказать эту пудру. И сняли с производства. Да камон, ребят, я в нее только влюбилась. Пожалуйста, Skin Food. Помады от Pixi, которые я не заказывала. На самом деле, я заказывала не помады, я заказывала тени. Они в таком же формате, они в таком же дизайне. Но только не Get Lip Set, а Get Eye Set. И мне пришли помады. У меня уже есть такие помады. Я о них рассказывала и в новинках месяца. Я о них рассказывала. В чем фишка? Это очень хорошие помады. Но мне вторая палитра нафиг не нужна. Так как первая еще не закончилась. Это матовые, очень легкие. Такие прям мюдовые, красивые помады. Которые наслоить очень плотно у вас не получится. Они такие как бы чуть-чуть альденто. Но я заказывала тени. Я очень хотела тени попробовать из этой линейки. Но, кстати, это первый раз, когда мне приходит не тот в продукт. Я, честно, в печалюшке. Обычно с Ахербом такого не бывает. Они присылают все нужное. И даже если там, как у меня было, задвоился заказ. Но у меня хотя бы пришло все то. А здесь? Я так хотела тени попробовать. Ждите на сейле. Сейл будет. Сейл будет. Будет отдельное видео. Все будет, ребята. Вот. Просто реально нет времени на это. Так. Праймер матирующий и запоривающий от Pixi. Это еще одно средство от Pixi, которое я решила попробовать. Вообще Pixi начинает покорять интернет. Я вижу все больше блогеров, у которых есть косметика Pixi. Я такая, а чем я хуже? Я тоже закажу себе Pixi. Я вот очень хотела попробовать тени. Я взяла этот праймер. Сейчас я его попробую на руке. Он прозрачный. Он очень легко наносится. И по своим ощущениям, он мне очень напоминает праймер от Ева Масаик. Он такой немного подстягивающий, как подсклеивающий. Я думаю, на нем будет очень хорошо держаться тон. Более подробно о косметике Pixi. Если вам интересно, я сниму отдельное видео. Оставляйте свои комментарии. Было ли вам интересно видео о косметике Pixi или о спонжах от Real Techniques. Могу пробежаться по всем спонжам отдельно, если вам очень это интересно. Все свои комментарии вы знаете где оставляю. И еще два средства от Pixi. Эти сразу достану из коробок, чтобы вам их показать. Это два консилера. Они одинаковые, просто разные цвета. Я взяла Nude и Fair. То есть один более светлый, второй более темный. Я обычно люблю брать более светленький и более темненький. Давайте откроем и посмотрим. Очень забавная кисточка, я вам скажу. Эта кисточка похожа на какую-то клюшку. Она огромная, она туго вытаскивается из тюбика. И в этом есть свой плюс, потому что весь излишек консилера снимается. Но как-то что-то очень огромное. Прям да. Угу. Не, я отдельно расскажу каково с ними работать и каково наносить. Имея текстуру под глазки и вообще каково с ними работать. Как, 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 каково. Вот. И последнее косметическое средство, которое у меня было в этом заказе. Это тоже губочка от Real Techniques. Но это губка для умывания. Она пористая, она шершавая. И ей по идее хорошо смывать майкап. То есть обычным спонжиком очень хорошо наносить майкап. А этим смывать. Он в форме классического спонжа от Real Techniques. Но. Но. Он прям такой вот весь как натуральная губка. Вот да, он как натуральная губка. И он мягенький. Он прямо мягенький. Попробую. Обязательно. Вот эту штуку обязательно попробую. Если со спонжем я могу чуть-чуть затянуть. А вот это попробую. Ну и теперь. Десерт. На десерт я оставила конечно же сладенькое. То, что я заказывала. Сахерба из еды. И первое, что я заказала. Это была мучная смесь для блинчиков. Ну не просто для блинов. Вы можете сказать. Ты что, вообще что ли? Нет. Это смесь для панкейков. Тех самых американских толстых блинов. У меня уже есть свой рецепт для панкейков. Которые очень любит мой муж. И в выходные я устраиваю ему праздники живота. И я пеку панкей. Не всегда. Очень не всегда. Я делаю это редко, чтобы не привыкал. И я решила попробовать заказать на Хербе такую смесь. К этой смеси я заказала кленовый сироп. Заказала я его в огромном формате. Потому что кленового сиропа мало не бывает. И этот кленовый сироп. Силоп. И этот кленовый сироп тоже от NowFood. Только NowRealFood. Этот сироп классов А. Он темный. Я не знаю, что это значит. Потому что до этого кленовый сироп я пробовала только один раз. Я не помню где. Поэтому я сейчас попробую. Знаете, по ощущениям. Для тех, кто никогда не пробовал кленовый сироп. И кому интересно, как он на вкус. Это как петушков в детстве делали. Варили из сахара. Вот это чуть-чуть похоже на поджженную. Чуть-чуть карамель. Жипуслепательный. Я думаю, что это будет очень круто с блинами. Энергетический протеиновый батончик. С орешками и шоколадом. Но тут я просто не смогла протянуть. И подумала, что как-нибудь возьму с собой на съемку. Потому что кто-то во время съемок почти не кушает. А надо бы. И я решила просто попробовать. Просто попробовать. Здесь по большому счету арахис и шоколад. Можно было взять орешки в шоколаде. То же самое было. Еще один прогул, мимо которого я не смогла пройти. Это французский гигантский чернослив без косточек. Я очень люблю чернослив. Но найти хороший чернослив бывает очень сложно. И здесь прям... Ом-ном-ном. 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 Последнее. Самое сладенькое. Не самое сладенькое. Это... Мексиканский шоколад. Это шоколад. И повелась я только на дизайн. Потому что мне понравился этот формат шайбы. И это... Темный мексиканский шоколад с соленым миндалем. Я в последнее время подсела на орешки. Но больше всего я прилюбила в последнее время кешью. И здесь я просто не смогла пройти мимо формы этого шоколада. Пахнет темным шоколадом. Вот темный шоколад я не люблю. Но... Я заказала. Попробую. Расскажу в комментариях. Спрашивайте. Понравилось или нет. И это были все мои покупки в этих трех коробках iHerb. Если вам было интересно. И вы впервые на моем канале. И вы досмотрели до конца. То... Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. И жмите на колокольчик. Если вам было не интересно. То можете все равно поставить лайк. И не подписываться. Как бы я переживу. А можете подписаться. Буду вас любить еще больше. Потому что видео у меня разные на канале. И может быть что-нибудь вам понравится. А за всем я с вами прощаюсь. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Пока.